Хорошая палетка, которую легко можно купить в России за 200 рублей. Я такое не слышала уже очень много лет. Вообще, в свои школьные годы, лет 10 назад, я любила бренд Диваж, и какие-то продукты от них покупала, но спустя годы я забыла про существование Диваж. Он вообще пропал из моего поля зрения, и вот неожиданно пару лет назад я увидела в золотом яблоке красивые упаковочки теней. Одна такая пастельно-фиолетовая, другая пастельно-зеленая. Посмотрела на раскладку, вроде так, мельком когда бросила взгляд, показалось мило, и забыла про них. И вот что-то в 2024 году снова все заговорили про эти палеточки, в особенности, когда на маркетплейсе фиолетового цвета они стали стоить 200 рублей. Мне кажется, что сейчас даже не всякий стаканчик кофе за 200 рублей можно взять. У меня, конечно же, сразу возник вопрос, рабочая ли эта вещь, стоит ли покупать. Да, сейчас стоит 200 рублей, но раньше-то она около 1000 или 2000 стоила, точно не подскажу, но цена была такой, стандартной. Как вы поняли, я не удержалась, взяла палетку на обзор и осталась впечатлена. Поэтому давайте поскорее начинать это видео. Меня зовут Даша Петлеток, я люблю креативные макияжи, но сегодня мы будем делать что-то более повседневное. Купила я только одну палетку в зеленом оттенке, потому что это моя любимая гамма, называется она Royal Garden. Вторая палетка называется Urban Orchid, и я ее не нашла за такую стоимость, но мне, в принципе, не очень она была интересна. В общем, да, палетка такая вот стандартная, картонная, 12 оттенков здесь написано, сзади продублирована информация. Даже, кстати, подписанные оттенки вместе с картинками, что довольно удобно. Внутри у нас есть зеркало, но сразу скажу, что оно не самого лучшего качества. Вот когда издалека вот так смотришь, как-то плывет все перед глазами. Еще здесь была защитная пленка, я ее сорвала. В общем-то, сами тени продублированы названия. Как можете заметить, здесь гамма делится на три варианта. Это зеленый, коричневый и такой золотисто-бежевый. Здесь матовые и шиммеры, и они разных консистенций, скажем так. У нас есть более что-то сатинистое, более искристое, и совсем такие металлизированные, наверное, можно сказать, блестки. Из 12 оттенков только 5 матовых, сейчас на экране, наверное, уже идут свотчи. Один зеленый, один хаки, темно-коричневый, рыжий и бежевый. Мне не хватает, на самом деле, здесь светлого зеленого для подтушевки, но, на самом деле, бежевый, в принципе, может заменить его. Сияшки тоже в каждой гамме есть, ну, прям коричневого, наверное, нет, но золотистого, зеленого здесь хоть добавляй. По свотчам они довольно приятные, но я никогда не ориентируюсь на свотчи. Мне важно, как себя поведет продукт на глазах. Конечно же, я все оттенки попробовала, и скоро расскажу свое мнение о них. Сейчас я накрашена тоже этой палеткой, у меня внизу зеленый на карандашной подложке, а верхнее веко без подложки, можно посмотреть уже небольшие спойлеры. Туториала на этого макияжа не будет, но вы можете в моем телеграмме посмотреть фотографии макияжа, внимательнее просматривать их, поприближать. Ссылочки, как всегда, внизу, также там будут тайм-коды, ссылки на какие-то полезные товары, которые всегда спрашивают у меня под видео, Даша, что это у тебя. В общем, там все находится. Поскорее переходим к трем туториалам, и в самом конце я расскажу уже свое финальное мнение о палетке. Первый макияж у нас будет достаточно простой, это будет растушеванная стрелка с цветным внутренним уголком, очень люблю такой вариант макияжа, используем 4 оттенка. У меня уже оформлено лицо, все детали будут в описании, я оставлю продукты, которыми пользовалась, и на глазах у меня только небольшая капля консилера, я решила, как обычно, не использовать свои базы, а вот такой вот способ применить, но клей мы будем, скорее всего, использовать под сияшки. Кисточка у меня маленькая, плотно набитая, по-моему, натуральная, потому что номер 201N, скорее всего, это Natural, и называется бренд Эко. Оттенок я набираю табака, зелено-коричневый, ну, по сути, хаки. Я решила вбить оттенок в кисть, и мне почему-то показалось, что у меня как будто бы влажная кисточка, но нет, я давно не красилась. Как-то прозрачно и легко он наносится, я хочу сделать себе, ну, как уже сказала, стрелку растушеванную, и вот вбиваю пигмент в руку, чтобы ничего не посыпалось на сделанный макияж, все равно посыпалось, спасибо большое, и как будто бы очень прозрачный оттеночек. Ну, типа, вот нельзя его затемнить, он такой сам по себе светлый какой-то. Вот за это обидно, надеюсь, что смогу убрать это как-то. В общем, делаю я себе такую треугольную наметку, то есть, вот, да, у меня получается одна линия, вторая и третья соединяются здесь. Надеюсь, понятно, что это треугольник. Я, наверное, отклею эту пленку, потому что она мне мешает. Оттенок очень сильно пылит, ну, прям, не то чтобы он пылит, он рассыпается по рефилу. Также захожу на нижние века и беру кисточку-клепач Е22, такой вот факел из козы. Сначала впустую растушую границы, скорее всего, это будет несложно. Оттенок реально, вот, знаете, для легких таких макияжей, прозрачненьких. Давайте я попробую набрать оттенок нефрит, темно-зеленый, и немножечко подзатемнить это все ближе к ресничному ряду. Ммм, не, он такой же прозрачный. Он лишь больше изумрудного цвета добавляет, но как-то не очень сильно, знаете. Мейк, видимо, будет очень быстрым, потому что я уже перехожу к сияшкам, обычно самое долгое у меня это матовые. Немножко наношу клея, что-то ножка получилась. Набираю оттенок, который называется фисташка на английском. Pistachio, я нормально произношу. Это сатин, такой мятно-фисташковый, и в нем есть небольшие золотые блестки. Его я наношу кистью-лопаточкой с Алиэкспресс в внутренний уголок, это будет наш цветной акцент. Симпатичный цвет, кстати. Легко наносится, нет слишком сильной мучнистости. Вот бывает, что вроде бы сатин, а как-то не дает сияния. И за счет глади, и за счет золотых блесток что-то досверкает. Посмотрите, насколько плотнее он выглядит, чем матовый. Ну, матовый лучше, конечно, на карандашную подложку, например, наносить. Теперь я наберу на палец оценок Crown. Это такой спаркл, состоящий из разного цвета ячеек. Я не знаю, как это называется. Здесь есть что-то серебристое, розоватое, типа rose gold, и прям золотое. И я с пальчиком это все переношу на центр века. Он, ну, типа фольги, наверное, да, можно сказать, ложится на глаз, переносится точнее. Как будто бы больше серебра вылезает, из-за чего немножко дисконнект с зеленым цветом. Но сейчас попробуем это все стушевать и поправить. Кстати, нанесла немножко еще поверх вот этого зеленого салатового цвета, и зеленые блестки откуда-то появились. Уже не понимаю, откуда они. Ну, возможно, с зеленого. Хочу попробовать еще раз немножечко набить оттенок табака. Может, чуть-чуть получится это все затемнить как-то, но не очень получается. Я в повседневной жизни обычно тянусь, кстати, к таким прозрачным оттенкам, как вот здесь. Мне хочется что-то легенькое себе делать. Но у меня задумка изначально была другая. И я просто видела вот этот цвет, и я думала, вот такой же плотный он у меня на глазу и будет. А тут как бы... Ой, что, куда я тыкнула? А тут как бы, мне кажется, не совсем соответствие происходит. Наношу еще небольшую каплю клея на нижние века. Буду приклеивать оттенок Ivy темно-зеленый, такой болотно... Не знаю, короче, темненький цвет с золотыми блестками. Он такой чисто затемняющий сатин, знаете, по нижнему веку пускай затемнять сияшку. Хорошо его видно, сам оттеночек. Матовый у нас не смог, а вот сатин дал какой-то плотности. Спасибо ему большое за то, что выручил. Я, наверное, хочу немножко взять оттенка Virgin, вот этот нюдовый цвет, чтобы подтушевать границы. Как-то грязновато уходит все в кожу. Ну, вроде немножечко спасает этот бежевый. Давайте увидимся с вами, когда я завершу этот макияж. Макияж готов. Я вам показала два варианта. С моим естественным цветом глаз и также с зеленым, если кому-то было интересно. Я хотела, на самом деле, еще с коричневым, с голубым показать. Но я так не люблю переодевать линзы. В итоговый макияж я себе добавила зеленые стрелочки, зеленую слизистую, реснички. И, в принципе, больше никак глаза не изменяла, ничего там не добавляла по оттенкам. Мне сам по себе мейк нравится. Прикольно осознавать, что он сделан палеткой за 200 рублей. По-моему, выглядит, ну, прям хорошо. Конечно, прозрачные матовые меня расстраивают. Это не самый идеальный для меня вариант. Но, в целом, вот с каким-то контрастным элементом, как типа стрелка, да, выглядит хорошо. И также мне очень нравится все остальное сияшки. Сам сатин классный, насыщенный, плотный. Сияшка на подвижном веке, я сначала думала, что ошиблась, но нет. Имеет еще и зеленые блестки, получаются розовые, прозрачные, ну, серебристые. Выглядит очень здорово. Вот этот сатинчик тоже яркий, цветной, классный. Короче, они мне понравились. Ну, и я рада, что сияшки между собой сочетаются. Повторюсь еще раз, что продукты остальные будут у меня в описании расписаны. Ну, а мы переходим ко второму макияжу. У меня сейчас есть база от Wet n Wild фотофокусы. Также Тон Люкс Визаж. Вроде бы, ну, еще пудра. Вроде бы больше ничего нет. Нет, давайте приступать к макияжу. Он у нас будет такой разноцветненький, с рыжими акцентами, которые есть в этой палетке. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, сверху пойдем. У нас будет там оттенок spicy, такой тыквенно-коричневатый. Я возьму кисточку от Essence Eye Blender Brush. И буду выстраивать себе такой верхний каткрис. Кстати, тени, ну, все еще пыльные. И все еще попытаюсь вработать их в руку, чтобы это все не осыпалось на тон уже зафиксированный. У меня есть вот здесь вот косточка. Она выше складки. И я по ней буду проходиться растирающими круговыми движениями. Переносится хорошо. Такой сухенький матовый. Без каких-то проплешин. Видите, плотненький достаточно. Еще он явно поплотнее зеленого. Тот был совсем уж прозрачный. Немножечко увожу хвостик за бровь. Такую дугу небольшую делаю. Теперь кисти клепачи Е12. Буду разбивать границы. Хочу еще их посильнее смягчить с помощью бежевого оттенка. Рыжий, кстати, как раз называется Spicy, острый. Похоже на Pumpkin Spice Latte. Кстати, бежевую розовинку небольшую такую добавляет. И, ну, прям смешиваясь с цветом, дает границу такую сероватую. Так что я оранжевый еще раз поднаслою, чтобы вернуть его истинный цвет. Это были кавычки. Теперь беру темно-коричневый оттенок Truffle. Truffle я им буду затемнять нижнюю границу рыжего каткриза. У меня для этого кисть Е22. Она вообще растушевочная, но мне хочется попробовать сделать вуальное наслоение. Кстати, я не врабатываю оттенок. Сразу его на глаз наношу. И затемняет, как по мне, хорошо. Да, он не уходит прям в черноту какую-то. Небольшая основа какая-то такая серо-коричневая история. Но все равно его видно, и это классно. Сейчас я посижу, наверное, потушую, подрежу границы и вернусь к вам с результатом. За кадром я подрезала форму. Вроде бы выглядит симпатично. У меня как будто бы этот глаз как-то посветлее, порыжее получился. Короче, немножечко они отличаются. Здесь темноты больше. Надеюсь, что в итоге по макияжу это будет не сильно заметно. И еще я вот здесь плохо, кстати, убрала. Сейчас уберу. Вроде бы так стало получше. Немножечко еще пришлось вот этим светлым оттенком Virgin. И теперь давайте строить стрелочку с помощью оттенков Fresh. Это будет сияющая стрелка. Я просто очень захотела зеленую стрелку, но здесь нет зеленых таких оттенков, подходящих мне. Я возьму кисточку из набора Нуаш, очень маленькую. И Fresh это, если что, как будто бы более темная версия писташи у предыдущего вот этого зеленого, который мы в уголок добавляли. Я, в общем, буду оттенок наносить без клея, просто в растирку, а затем уже, если не хватит пигментированности, набью немножечко его на клей. Ну, тянется он хорошо, но да, он светленький немножко. Но вроде бы с наслоением появляется что-то интересненькое. Я немножко дублирую вот этот вот изгибчик с самой крайней, параллельно веду стрелочку. Также здесь есть оттенок пир, груша. Это такой золотистый цвет, может быть, совсем небольшой зеленцой, но в целом это золото. Я его буду наносить во внутренний уголок и немножечко протяну к подвижному веку. Без клея просто такой цепкой кисти сначала наберу, если не будет нравиться, то на слое наклеить. Вижу какую-то грызноту и прозрачность. Что-то как-то странно наносится он. Все-таки возьму клей от NYX. Так, конечно, получается гораздо плотнее, насыщеннее и интереснее. Прямо желтая гладь появляется. Ну, оттенок лимонный. Это все же не прям золото. Мне кажется, что было бы лучше, если бы здесь желтоватый матовый был, чтобы можно было зеленый в желтоватый тушевать. Это бы лучше в кожу входило. И было бы интереснее. А золото как-то... Мне кажется, у всех просто уже есть золото. Набираю также оттенок bold. Это бронзоватый такой приглушенный рыжий оттенок сияющий. Наношу его на нижнее веко, соединяя с желтым. Оттенки очень сильно сыпятся под глаза. Мне убирать и убирать это все потом. Кстати, с желтым красиво они сочетаются. У них одинаковые золотистые блестки в составе. И получается такой плавненький переход. Ту же самую кисть от клепач Е22 беру. Снова оттенок truffle. И наношу его в ресничную зону сюда. Как будто бы тяжеловато стал выглядеть макияж. Но надеюсь, что сейчас я смогу это все исправить. Давайте увидимся, наверное, через секунду в готовом макияже. Я завершила макияж. Мне нравится, как он получился. Сам по себе я симпатичный. Я в последнее время не прям фанатка вот такой вот цветовой гаммы. Хотя вроде бы она мне идет. Не знаю, как вам. Мне кажется, что ладно, сносно. Я рада, что оттенки не потускнели. Я уже, ну, часа два-три с этим, наверное, макияжем. Ну, два, ладно. И они не тускнеют, но сами по себе имеют какой-то сероватый, такой прозрачноватый подтон. Ну, не совсем корректно выражаюсь, но вот не такие прям насыщенные, да, эти цвета и мега плотные. Оттенки сияющие хорошо светятся. Они яркие, но это не какая-то суперкрутая, мягкая, искристая формула. Довольно базовые сияшки. Радует, что они не какие-то миловые или совсем уж каменные. Но это, да, не что-то вау. И матовые порадовали меня больше, чем в предыдущем макияже, скажу честно. И рыжие, и коричневые были хорошенькими. Еще я зелененький все-таки добавила, который темно-зеленый, нефрит. В затемнение стрелки чуть-чуть поярче она стала. Остальные продукты будут в описании, а мы переходим к последнему мейку. Тоже остался последний макияж, и это будет Kat Kris снова. В этот раз мы будем больше зеленой гаммой пользоваться. И начну я с самого темного, который называется нефрит. Я беру синтетическую кисть, такую пушистенькую, но плотно набитую. Я набрала оттенок, он чувствуется пушистым, но как будто бы набралось прозрачно как-то. Мне кажется, что он будет такой же, как табак, а не очень пигментированный. Рассыпается прям вот по всей палетке, надеюсь, что видно сейчас. Активно набрала, вработаю в руку, потому что... Понятно, почему я врабатываю в руку, потому что это все потом окажется у меня под глазами. У меня как бы готовый макияж лица. Так вышло, что что-то в каждом макияже у меня лицо оформлено, но обычно я так не делаю. Я буду строить себе линию, которая будет подбробное пространство вот так вот вписываться, да? Ну, как в прошлый макияж. Врабатываю вот так вот оттенок в кожу. И, смотрите, во-первых, он сероватый, во-вторых, он очень прозрачный. Типа, да, есть цвет, но это не то, к чему я привыкла. Я, кстати, только сейчас заметила, что у меня от очков остались здесь следы. Прошу прощения, если кого-то бесит, потом, надеюсь, не забуду убрать. Я сейчас кистью клепачей 11 разбиваю границы. Это коза плоская. И мне не нравится, конечно, серый потон. Я вообще их не люблю. Я, кстати, поэтому не покупала. Кто в курсе, там и Танука бренд есть такой, да, российский. У них есть популярная палетка Змейка. И вот я ее не покупала из-за того, что там зеленый, вот такие сероватые. Мне вообще они не нравятся. Я не в смысле, что вот мне они не идут. Просто я не люблю вот эту сероватость в оттенках. Ну, что уж поделать, нанесла. И беру оттенок Virgin, который бежевый. Буду его добавлять в тушевку, чтобы смягчить границы. В принципе, на самом деле, и так нормально, мягко тушуется все. Просто отсутствие пигментации меня немножко угнетает. Какой-то даже как будто бирюзовый, такой водорослевый цвет получился. Беру маленькую кисточку Morphe синтетическую. И тем же самым оттенком буду простраивать себе стрелочку. Она у нас будет идти по вот этой вот границе. Я сначала делаю, так скажем, обводку. Кавычки, не получаются у меня. Теперь вырисовываю стрелку. Надо было сначала сделать каткрис. Блин, давайте я вам наметки, так скажем, покажу. В общем, соединяем мы стрелку еще снизу. Ну и в целом мы реально весь глаз так обводим. И еще делаем внутреннюю стрелочку. Можно острый клювик сделать с помощью ногтя. Вот так вот протянуть. Только не так криво, как я. Ну ладно, это можно консилером убрать. Что-то у меня странно растушевалось. Плотной кистью, конечно, чуть-чуть получше результат. Но странно. Вот такую вот историю я создала с глазом первым зеленым. Ну, с второй такой же будет. Если что, не знаю, почему я так выразилась. Сейчас будем наносить сияшку. А, и да, за кадрами, получается, вырезала консилером вот это вот окошечко. Потушевала стрелочку. И припудрила оттенком Virgin бежевым. Подвижное веко. То, что вот под складкой. Немножко зеленый, конечно, там соединяется с консилером. Но это максимум, что я пока смогла сделать. Нам осталось всего лишь один оттенок попробовать. И это Goldfish. Такой обычный светлый сатин. Что-то типа хайлайтерного оттенка с искорками. Очень-очень мелкими. Я не уверена, что это будет прям что-то мега вау. Скорее всего, обычный просто светлый оттенчик. Такой в целом хорошо наносить на уголочек для подсвечивания, под бровь. Ну, посмотрим, как он будет смотреться. Ой, чуть не ранила порядку. Посмотрим, как он будет смотреться на подвижном веке. Наношу его на клей. Ну и да, зеленый, как видите, с максимальными такими наслаиваниями. Не самый плотный так и остался. Я думаю, что если хочется плотности, опять-таки, как и с табака, надо наносить на карандаш. Наносить я его буду пушистой такой цепкой кисточкой. Мучнисто он набирается, то есть сразу везде разлетается. Такой сухенький прям оттенок. Ну да, ничего необычного. Мне кажется, что-то такое есть в каждой палетке и сыпется просто безумно сильно. Мне нравится, что есть серебристые искорки. Они прям, ну так, задают настроение. Поинтереснее делает этот оттенок, но в целом обычка. Но я рада, что он хотя бы сияет, потому что, знаете, иногда есть светлые оттенки, которые просто дают типа высветление. Иногда вообще ничего не дают. А этот хотя бы какое-то мерцание добавляет, и выглядит это все поинтереснее. Ну и в целом мы закончили. Какие-то супер простые макияжи я выбираю для этого видео, но такая палетка, мне кажется, ее не будут покупать для мега креатива. В общем, давайте сейчас завершу макияж и покажу вам итоговый результат. Макияж завершен. Не скажу, что я супер им довольна, но в целом вроде бы вышло симпатично. Я добавила пару деталей, которые помогли его скрасить. Например, у меня есть классный карандаш от Kaleidos. Не вижу его, я его убрала, походу. Карандаш, который мультихромный. Из зеленого в голубой переливается. У него такой металлический финиш, я его добавила в слизистую. И вот под эту верхнюю стрелку, под внешнюю часть его тоже так пустила, как контрастный элемент. И он, конечно, получше сделал этот макияж в жизни. На камере вроде бы не так сильно видно, но постараюсь приложить такие селфи-кадры. С селфи-камеры, точнее, поснимаю, чтобы это все переливы были видны вам. Если не ошибаюсь, то это оттенок Lime Light. Остальные продукты все так же будут внизу. Мне не хватает в этом макияже контрастности, к сожалению. Самый темный оттенок зеленого, ну, по мне вообще прозрачный, особенно если на стрелку смотреть, ну вообще какая-то фигня. Он еще и тускнеет, как мне кажется, со временем. И это прям не очень сияшка тоже. Немножко не хватает какой-то такой влажности в ней что ли, слишком она суховатая. Да даже здесь вот она выглядит как-то не очень сияющая. Вот это золотишко рыжеватое, оно и то получше блестит, как мне кажется. Ну, сам по себе ничего такой, но не знаю, не заслуга тени это. Я думаю, это больше заслуга моих рук и того, что в целом симпатичная форма. Каждый макияж обсудили. Давайте теперь перейдем к выводу по палетке в целом. Рекомендую, не рекомендую покупать. Кому она нужна, кому нет и так далее. Надеюсь, вам понравились все макияжи. Можете проголосовать за любимый в комментариях. Сейчас будут на экране фотографии. Если хотите, за это тоже можете проголосовать. Возможно, он даже мой самый любимый, потому что он как-то подходит мне. По палеточке сложно судить, когда она стоит всего лишь 200 рублей. Сейчас на самом деле 260. И давайте посмотрим на нее с двух сторон. Во-первых, со стороны фулл прайса. А да, 12 оттенков это неплохо. Здесь всего 16,5 граммов, то есть чуть больше грамма на каждый рефил. Мне кажется, этого достаточно, так как у матовых здесь довольно легкая формула. Это больше палетка подойдет тем, кто любит прозрачные такие аккуратные макияжи. Если вы хотите чего-то яркого, вы, скорее всего, будете много наслаивать оттенок много раз. И еще он пылит. И поэтому, возможно, она у вас тогда быстро закончится. И тогда можно сказать, что за 16,5 граммов и там 900 плюс рублей это дороговато, да? Потому что, ну, не такие уж здесь потрясающие характеристики в плане вот прозрачности. Сияшки не самые современные, как по мне. Но за 200 рублей я, конечно же, вам скажу, что палетка хороша, потому что здесь замечательная гамма. Все друг с другом сочетается. Здесь практически не нужно думать. Да, матовые прозрачные, но все равно макияжи выглядят, как по мне, неплохо. И цветную подложку тоже никто не отменял. Считаю, что если вы фанат какой-то зеленовато-коричневой гаммы, и у вас небольшой бюджет, вы хотите что-то купить вот быстро и сейчас, классная палетка. Я очень ее рекомендую. Ну, а если же вам понравилась гамма, но вы любите какую-то классную насыщенную формулу с интересными сияшками, спарклами, мультихромами, дуахромами, я думаю, вам эта палетка просто не нужна, и вы вряд ли будете ей пользоваться. Буду рада услышать ваше мнение об этой палетке в комментариях. Вот представьте, у вас есть ваша коллекция теней. Нужна вам такая за 200 рублей или нет? Я хорошо отношусь к этой палетке, но считаю, что мне она не нужна, просто моя рука не будет к ней тянуться, у меня есть что-то более интересное, поэтому я ее выставлю, скорее всего, на своем Авито за какие-нибудь там 100 рублей, может быть, потому что я хочу, чтобы ей кто-то реально пользовался. Ссылочка на мой Авито тоже будет в описании. Ну, а ваше мнение жду в комментариях. Также не забывайте ставить лайки, мне будет приятно, если вы поддержите мою работу. Ну, и на этом все. Всем большое спасибо и до скорых встреч!